Ерлан Кошанов покинул должность Акима Карагандинской области в связи с назначением руководителем администрации президента Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал 18 сентября президент Казахстана Касымжомар Тукаев. Ерлан Кошанов на должности Акима области проработал с марта 2017 года. Каким мы его запомним, смотрите в сюжете. Ерлан Кошанов сменил своего предшественника Нурмухамбета Абдебекова на должности Акима Карагандинской области 14 марта 2017 года. Уроженец Шитского района, 57-летний чиновник, прошел долгий трудовой путь. Окончил Карагандинский политехнический институт, а позже Казахскую государственную академию управления. Трудовую деятельность начал со слесаря, потом мастера обогатительной фабрики Жасказганского горно-металлургического комбината. Уже в 1995-м стал председателем Жасказганского областного комитета внешнеэкономических связей. Затем началась его политическая карьера. Занимал ряд министерских должностей. Перед тем, как был направлен возглавлять наш регион, работал руководителем канцелярии премьер-министра. Теперь, в соответствии с указом президента, Ерлан Кошанов будет руководить администрацией президента. Аким области – главный человек региона, на чьих плечах все проблемы его населения. Он представляет интересы своего края на уровне республики, выбивая деньги из бюджета на решение вопросов. Он же отчитывается за нерешенные. Ерлан Кошанов не сходил с лидирующих позиций при различных социологических опросах. Доверие населения к нему росло вместе с рейтингом конкурентноспособности нашего региона. Рабочий визит в Карагандинскую область президента Республики Казахстан Касымжа Марта Такаева стал своеобразным экзаменом для Ерлана Кошанова, который успешно с ним справился. Такаев ознакомился с индустриальным потенциалом региона и остался доволен работой Акима. Более того, глава государства отметил необходимость использования карагандинского опыта в других регионах. Как пример, наша область была выбрана в качестве пилотной для внедрения обязательного социально-медицинского страхования. Похвала президента, безусловно, пошла в актив Акима Карагандинской области. Много хорошего сделал. Очень много. Юго-Восток перепахали, бордюры привезли, асфальт положили. Огромное количество работы проделано. Так же? Если на этом уровне справился, значит, ему доверят. Да? Значит, он много городов может хорошо так порядок навести. Ну как жалко. Ну конечно жалко. Но будем надеяться, что еще лучше пройдет. Для меня больше, что он для регионов. Он постоянно акцентирует внимание на отдаленных регионах. Город, понятно, это городостроительство и так далее. Это обязанность любого Акима, который приходит и инфраструктуру города устраивает. Мне понравилось то, что он постоянно был всегда с регионами. Опять же, моменты паводков и так далее. То есть это все было. Я считаю, что Аким области очень жаль, что уходит. Потому что новый Аким придет, неизвестно, что будет. Ну то, что в парке он отстоял общественность, помог общественность отстоять парковую зону зеленую, теннисного корта, там застройка должна была какая-то быть. И вот он отстоял это все благодаря ему. Ну и у нас, получается, зеленая зона отстоялась в городе нашем. Ну дачи-то были предприняты такие усилия, там перекопано, там дамбу поставили, и вода не затопила наши дачи. Одно скажу – порядочный мужик. Все, больше я ничего не могу про него сказать. Ну жалко, что у нас меняется. Ну не знаю, посмотрим, кто придет. Может, еще лучше. Карагандинцы запомнят Ярлана Кошанова как Акима области, который лично ездил в общественном транспорте. По его поручению даже создали специальную группу, которая следила за работой автопарков. Ярлан Кошанов, как футбольный болельщик, произнес скрылатую фразу в адрес игроков «Шахтера». «Вы все довольны своей зарплатой, да? А мы вашей игрой недовольны». И вскоре сменился главный тренер клуба. При Ярлане Кошанове заработала программа «100 дворов». «100 отремонтировали в прошлом году, еще 100 ремонтируют в нынешнем». Он сам выезжал на места благоустройства, контролировал и даже ставил «жирные двойки» за недоделки. За что ему очень благодарны жители. Впрочем, и дачники не забудут Акима области. При нем накопившиеся проблемы начали решать. При Ярлане Кошанове сократилось число очередников на жилье. А про очереди в детсады и вовсе забыли. Ярлан Кошанов не раз лично решал трудовые и иные споры, волнующие общество. Чего стоит его многочасовое общение с горожанами в ходе отчетной встречи во Дворце культуры горняков. Также горожане благодарны главе области, что именно он волевым решением остановил стройку теннисного центра в Центральном парке, обязав придать ему статус особо охраняемого объекта.